Здравствуйте, друзья! Многие из нас идут на колоссальные сделки с совестью и на колоссальные уступки, когда соглашаются прививаться независимо от того, что уже переболели, что для них этой угрозы практически не существует, она существует, ее вероятность определяется в 0,3-0,7%, но тем не менее власти ставят нас в условия, когда мы обязаны прививаться, если мы хотим сохранить возможность и права в рамках трудового права. Для того, чтобы работать, мы обязаны прививаться. И это уже установившийся факт, которому невозможно противоречить. Но для чего мы должны идти на подобного рода уступки? И насколько наши определенные жертвы такие, и шаги, направленные на то, чтобы ставить общественное благополучие выше, чем свое личное представление и необходимость прививаться. То есть, если вы уже переболели, то у вас нет никакой необходимости прививаться. Ваша вероятность заразиться 0,3-0,7% вторичного заражения. И эта вероятность значительно ниже, нежели чем если вы не переболели и привились. Тогда у вас вероятность заболеть составляет 20% приблизительно. Итак, одни люди идут на ограничения, которые сами для себя устанавливают, для того, чтобы соответствовать требованиями российского законодательства. А другие люди при этом спокойно разъезжают по странам, которые являются основными очагами распространения этой заразы. Нас всех пугали омикроном. И что, какие новости появляются? Глава Центра Гамалей сообщил о заражении омикроном. И сообщил это с такой радостью, мы с вами поймем из текста этого информационного сообщения, почему, да? У Гинсбурга выявили антитела к омикрону, но симптомов заболевания не было. Он связывает это с действием спутника Ви. Молодец, прорекламировал свое дедуще. Да, но давайте посмотрим, каким образом у него появилось это заболевание. Директор ЦИН эпидемиологии и микробиологии имени Гималея, Александр Гинсбург, рассказал, что был инфицирован омикрон штаммом коронавируса, однако не заболел ковид. Он связывает это с тем, что был привит спутником Ви, передает РИА новости. Те, кто привит спутником, скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом омикрон. И, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вирус-нейтрализацию на омикроне. Вот что я и сделал, внимание, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вирусы, нейтрализующие антитела к омикрону после поездки, я бы и не узнал, что им инфицировано, сказал он. По словам Гинсбурга, тест, который он сделал после прививки за рубеж, показал очень высокие титры вируса нейтрализующих омикрон-антител. Однако никаких симптомов ковид-19 ученый так и не посочувствовал. И что? Мы должны испытывать восторг от того, что человек, зная, что основным источником увеличения количества случаев инфицирования омикроном и вообще ковидом, являются именно поездки за границу, потому что человек попадает в хаб, в котором обмен вирусами происходит гораздо более интенсивно, в котором вероятность находиться в контакте с другими заболевшими составляет более 30 минут, составляет практически 100%, и вот он для удовлетворения каких-то своих потребностей познавательных едет за границу и, слетав туда, возвращается, сам не переболев, но принося это заболевание в Россию. Это что? Поведение ученого, которое достойно уважения в условиях, когда не перестает идти поток негатива относительно того, какие последствия вызывает болезнь коронавирусом COVID-19, когда всех нас пугают тем, что мы должны сходить в красную зону и посмотреть, что там происходит, и при этом получается, что люди, как птицы там летают в Лондон, летают в Ниццу, возвращаются обратно, привозят из этих очагов огромное количество вируса, и при этом мы должны думать о том, что они якобы о нас заботятся. Они сами себя не могут ограничить в перемещении, вот в этой, как бы, своей свободе, да, сами становятся переносчиками вируса, несмотря на то, что он переболел, не переболел, какая разница, переболел ты или не переболел, если ты принес эту заразу еще один раз, еще один носителем ты стал принесшим эту заразу в России. Если честно, то долгое время старался как-то сдерживать себя в эмоциональном отношении к этим ребятам, но когда они начинают, вот, ну, сами себе противоречат, и противоречат настолько, что это просто уже начинает бросаться в глаза, то начинаешь удивляться, как уживается в одном организме, в одном мозге, вот, ну, такие противоречия. Зачем это делается? Какова необходимость производственная, слетав за границу, привезти в Россию и стать еще одним из распространителей этого вируса? Почему нельзя было под своим собственным примером подавать, ну, как бы, вот, быть образцом того, как надо себя вести в условиях коронавируса? Что надо сидеть чаще дома, заниматься, выбираться куда-то в общественные места только по необходимости, а не по собственному желанию для удовлетворения своих собственных потребностей. И вторая новость, которая связана с этим, вот, тут, как бы, она, ну, как продолжением является, да, что Гинсбург проверил антитела и обнаружилось, что он, был у него омикрон, да, если бы не проверил, то этого бы не обнаружилось. А при этом ему противоречит главный инфекционист Минздрава, который сказал пустым занятием измерения антител ковид. То есть, получается, что в этот же день главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сказал, что глава Центра Гамалей, господин Гинсбург, занимался пустым делом, измеряя у себя количество антител. Хочется пожелать этим персонажам, чтобы они немножечко, может быть, начали согласовывать то, что каждый из них будет говорить, для того, чтобы не вносить в наше общество такой коллективный диссонанс, не создавать этого коллективного диссонанса. Потому что, если принимать решение о вакцинации на основании измерения антител ненаучно, и если пустое занятие измерять антитела, то зачем тогда это делает, ну, самая, как бы, светлая наша голова, самый человек, которого, ну, возвышают всячески, да, вот глава Центра Гамалей. Противоречие, на мой взгляд, довольно существенное противоречие. Итак, и второй вопрос возникает. А что, собственно говоря, тогда научно, да? Просто делать прививку? Ну, нет никаких пока доказательств относительно научности. А что научно тогда? Научно заставлять людей, которые уже переболели ковидом, и у которых вероятность заражения составляет 0,3 и 0,7 процента, делать вакцинацию, после которой вероятность заражения составляет 20 процентов? Ну, пускай тогда господин Чуланов немножко более подробно объяснит, а что же, в чем научность этого действия такого замечательного тогда состоит. Поэтому, на самом деле, ну, как бы, вот, начинают ребята друг другу абсолютно противоречить. И если в организме человека не вырабатываются антитела, то, ну, как бы, ну, вот, недоумение, как бы, вызывает эта их позиция, да? То, что, ну, как бы, вот она лишь подтверждает то, что любой ценой, любой ценой надо нас просто провакцинировать. Все остальное вообще не имеет никакого значения. Что в действительности, в основе своей получается, что они не борются с самим заболеванием, они борются только за то, чтобы как можно больше вакцин было сделано, доз как можно больше было в колод. И при таком их отношении к действительности понятно, что, ну, будет крайне сложно побороть это заболевание. Ну, все-таки, если мы ставим, декларируем эту задачу борьбы с болезнью, то мы должны не забывать о том, что мы боремся с болезнью, а не боремся за количество вакцинированных. Сейчас, к сожалению, вот видно, что во властных структурах вот изменился акцент. Никак они, получается, с болезнью не борются, ну, в том смысле, что врачи, конечно же, борются, линейные сотрудники, конечно же, борются. А вот те, кто стоит над, возглавляет этот процесс, они борются за количество вакцинированных, они не борются за снижение заболеваемости. Лишь в той мере, в которой количество вакцинированных будет совпадать со снижением заболевания, это будет способствовать. Ни в какой другой мере это не будет способствовать борьбе с этим заболеванием. Печально, но факт.